Ты не скрываешь фактусы на мне. Почему ты приняла такое решение? Я вела дневник, когда она была маленькой. Я ей отдала, когда я исполнила с 14 лет этот дневник свой, она могла почитать в моей мысли. Биологических родителей решали прав посуду? Государство ими не праве управлять, но и родители ее не забирают. Или звонить ей, чтобы бабушка пожарила ей блинчики. Ходить ко мне домой, проверять, как живет мой ребенок, такого не было. В 10 лет она говорила, когда говорит, давай заведем собаку вторую, она говорила, давай заведем второго ребенка. Это один из способов тоже стать родителем. А такие истории почему-то часто случаются? Да, я не первый раз тоже слышу. Надо пройти 90 кругов адыш, чтобы действительно получить право на усыновление. То есть получается, что усыновители даже где-то в чуть-чуть привилегированном положении, чем обычные родители, да? Дети вообще очень меняются, когда попадают домой, у них развивается куча талантов. Я заметила, я, во-первых, заметила, как твоя дочь похожа на тебя. Я сейчас смотрела... А как она похожа на мою маму? Да, и на маму. В Минске девочек до года нет. Я приехала, и после этого вечера он сказал, что это мой ребенок. Здравствуйте! С вами снова меня на добром. И очередная тема сегодня – это усыновление. Тема, которая раньше была такой тактичной, завуалированной и непубличной. Сейчас времена другие, другое отношение, другие подходы. И сегодня мы с вами поговорим в нашем сегодняшнем выпуске с нашей сегодняшней гостей. Ольга, принимайте эстафету. Представляем Татьянушечку. Татьяна – мама усыновленной девочки, активистка движения родителей усыновленных детей. Татьяна, здравствуйте! Добрый день! Мы очень рады, что вы нас посетили. Мы очень надеемся, что нам удастся поговорить на эту сложную тему. Но прежде всего я хотела бы поговорить, конечно, о вашей личной истории. Вот мы сказали, что вашему опыту родительства уже 15 лет или 16? Ну, дочери 16 лет, да. То есть я усыновила ее, когда ей было 8 месяцев. Как сейчас ваша девочка? Где она? Чем занимается? Как себя чувствует? Расскажите, пожалуйста. Девочка моя, моя дочь Вика, она уже взрослая девушка. Очень красивая, умная. Выбрала неординарную профессию для нынешней молодежи. Она учится на зоотехниках. Причем выбрала это сама, в Миловичском игровом колледже. Обожает лошадей, собак. Хочет быть тренером, грумером, заниматься с животными. Она знает свою историю. Знает историю где-то лет, наверное, с 4-5 мы уже начали ей потихонечку об этом рассказывать. У нас недоговоренность, что если она захочет найти родную маму, я сохранила документы определенные. То есть мне удалось взять документы из суда. Поэтому если она захочет, она сможет раскопать даже свою родовую историю. Но пока у нее такой потребности именно с мамой не возникало. Но такая договоренность есть. Сразу интересный момент я уловил, если можно уточнить. А ее как бы и биологических родителей решали прав по суду? У нее была тяжелая история с точки зрения усыновления. Ее мама оставила ее в роддоме и не отказалась. Это самый сложный случай, когда до 6 месяцев государство ничего не может сделать. То есть эти дети до 6 месяцев находятся в больнице. То есть государство ими не вправе управлять, но и родители ее не забирают. Только спустя 6 месяцев можно было уже включить вот эти все процедуры. То есть маму лишали родительских прав. Государство брало ребенка под свое крыло. И тогда она уже попадала в базу усыновителей. Я спросила, а как чувствует себя дочка? А хочу спросить, а как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя замечательно. Потому что у меня сейчас нет браслета на руки. Но один из первых шармов, который я потом себе повесила, это был шарм «Я мама». И вот самое главное, почему мы очень рады, что ты согласилась с пяти. Ты не скрываешь фактусы на мне. Нет, я не скрывала. Почему ты приняла такое решение? Ну, моя личная история, она чуть более трагична. Я не могу иметь своих детей. Но, как любая женщина, у меня большое сердце. И наши дети мы называем рожденные сердцем. Поэтому, и в принципе, если посчитать все месяцы, пока я готова документы и шла к усыновлению, то практически те же 9 месяцев беременности. Поэтому они действительно рожденные дети. Вы сказали, называем наши детей. Вы имеете в виду, что у вас их несколько или вы имеете в виду ваше сообщество? Наше сообщество, да. То есть, ну, как правило, мы говорим, что это дети рожденные сердцем. Ну, там, я так понимаю, есть разные, возможно, тоже отличные от вашей истории, да, усыновления? Нет, безусловно. Есть дети, которые есть мамы, которые просто, имея своих детей, были готовы взять в семью больше. В принципе, я могу сказать, что если бы я, ну, я по жизни, Ольга знает мою историю, я одна, да, то есть у меня нет мужа, то есть я одна шла на усыновление. А так бы я с удовольствием еще пару мальчиков бы в компанию девочки прихватила. Это мне подсказывает, что в вашем случае довольно сложный был процесс, да? Нет, на самом деле нет препятствий абсолютно. И здесь нету никаких запретов на то, чтобы, если родитель один, то есть усыновлять может один родитель совершенно спокойно. Единственное, что государство, ну, да, государство проверяет усыновителей. Мы проходим специальную школу, с нами работают психологи, для того, чтобы понимать все-таки, какие мотивы. То есть это действительно мотив и желание иметь ребенка, либо там что-то другое, ну, например, самореализация человека, и тогда есть риск, что этого ребенка могут потом вернуть. Сейчас, для того, чтобы немножко шире описать нашу тему, поговорить сразу обо всем, мы предлагаем нашей гости Блиц. Небольшие вопросы и, желательно, краткие ответы. Тем более, что Блиц очень хорошо цепляется за сказанные вам я недавно слова насчет государственной роли. Так вот, первый вопрос. Насколько государство после того, как дано добро, вмешивается в жизнь, скажем так, усыновленной и усыновителя? Оно не вмешивается. Ну, в моем случае, по крайней мере, в моем опыте оно не вмешивается. Оно скорее поддерживает. Я имела материальную поддержку от государства. Я могла общаться с органами опеки по необходимости, то есть у нас был инспектор, но ходить ко мне домой, проверять, как живет мой ребенок, такого не было. То есть ко мне звонили, приходили, да, то есть они наблюдали, но очень корректно, вежливо, тактично. Сейчас, наверное, меньше, чем прежде принято скрывать факт усыновления. Действительно так? Я думаю, что да. Я думаю, что общество поменялось, и на сегодняшний день общество стало более открытым и более терпимым к любым проявлениям, отличным от установленных норм и правил. Усыновление – это все-таки было тоже, скажем, нетипичная история в мое время. А сейчас никаких отклонений, грубо говоря, к усыновителям не относятся другие родители как-то по-другому или в обществу, на ваш взгляд? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Потому что, да, как раз вы до этого спрашивали, ведь есть разные ситуации, есть родители, которые имеют своих детей и берут в семью приемных или усыновленных детей. Есть у нас замечательная история девушки, которые ей сказали, что она не может забеременеть. Они усыновили парой двух мальчиков, и буквально через месяц она узнала, что она беременна. Теперь у нее трое сыновей. А такие истории почему-то часто случаются. Да, я не первый раз тоже слышу. Это что-то уже на уровне мистики, я думаю, высших сил. Наверное, какая-то благодарность. Мне может быть. Я хочу сказать, одну секундочку. Мы вот уже перешли на проблемы усыновителей, усыновленных детей. И вот мне всегда был очень интересен один момент. Я думаю, что это проблемный момент, достаточно болезненный. Мы очень рады тебя видеть в твоей счастливой истории. Но, наверное, бывают плохие истории. И, наверное, бывают истории отказа. Бывает. Почему так случается? Может быть, ты что-то знаешь? Скажем так, знаю я на уровне, наверное, обывательском. То есть где-то когда-то слышала или сталкивалась. В личной моей истории таких не было ситуаций. Но я знаю, что были отказы. Когда, ну понятно, что подросток вырастает, подросток сложный. У него начинается сопротивление. И, возможно, мама ожидала идеального ребенка. То есть получила нормального ребенка. То есть, Татьяна, извини, я уточню. То есть сколько-то времени воспитывали? И только потом такие же чувства? Я знаю и таких, да. Ну, по крайней мере, я слышала и о таких случаях, что когда возвращали или отказывались от уже подростков. Не маленьких детей, а именно подростков. Подростки, такое дело с ними, родные, биологические родители могут не справиться. Это кто-то и дело. Здесь надо просто понимать, что родной ребенок, усыновленный ребенок, это просто ребенок. И если мы себе рисуем картинку, что это такой, знаете, правильный, который ложится в 9 часов спать, то есть всегда слушается маму и папу, приносит там десятки дневники, то поверьте, нет. И здесь надо просто понять, принять и дальше уже жить. Но, опять-таки, я не осуждаю эту женщину или эту семью, потому что это их выбор. Может быть, в этой ситуации им так было проще и лучше. Вот интересный еще такой аспект. Вспомнил сейчас песню, по-моему, Игоря Суруханова. Да, у него уже 80-х годов со строчками. Ведь, ну, человек любит больше детей. А вот здесь, насколько вот можно это судить? У вас родители живы? Извините, если я... Ну, родители у меня, к сожалению, не живы. Маму я потеряла в прошлом году, не так давно. Простите. Ну, здесь все нормально. Как усыновленный в руку? А у внученные как себя чувствуют? Я могу сказать, что мои родители относились к Вике совершенно так же, как к родным внукам. Тем более, что у нас, опять-таки, трое пацанов у брата. То есть у нас единственная девочка – это Вика. Так она любится, наверное. Да, которая безумно любит ее двоюродные братья. Очень любил папа. Очень любил. Мало они вместе побыли. То есть папа ушел рано из жизни. Мы жили с мамой. Мама о ней заботилась. Ну, а в остальном, еще раз говорю, это такой же ребенок. Это подросток, он растет, он спорит с бабушкой, он ее не слушается. При этом потом она ей приходит, рассказывает секреты. Или звонит ей, чтобы бабушка пожарила ей блинчики. Потому что ей сейчас этого хочется. Обычный ребенок. Татьяна, мне кажется, может быть, мы немножечко выглядим такие, как любопытствующие люди. Нет, совершенно. Взять абстракты, возможно, да, не ставим. Да, да, может быть. Я абсолютно открыта к общению. Да, вот я тогда вот еще спрошу вопрос, который мне тоже очень интересен по поводу того, а как дети, вот как они вот восприняли, вот именно дети в открытом усыновлении, будем его называть, да, нескрываемом. Как они справляются с тем, что они не родные? То есть это долго, вот ты сказала, постепенно свою дочь готовила, да. Как вообще вот это вот происходит? Ну, это, понимаете, это рассказывается как сказка сначала, как какая-то история. Тебя учили этому зиму? Да, нас этому учат. Есть книги, и есть книги более современные написанные. Опять-таки какие-то вещи я делала интуитивно, но потому что есть специализированное образование. То есть я сначала на вопрос, откуда я появился, я сказала, что я тебя взяла в больницу, да, то есть не родила, я тебя взяла в больницу. Потом как-то постепенно мы начали объяснять, откуда эта больница. Потом она начала задавать вопросы, я говорю, ты знаешь, я ей рассказала, как я искала, ну, как вообще ее документы попали ко мне. Потом, между прочим, рассказала, что да, то есть у тебя есть мама и папа. Другие, ну, у них так жизненные обстоятельства сложились, что они не смогли тебя воспитывать. И я это говорю совершенно искренне. И я даже благодарна твоей маме, потому что именно благодаря ей ты появилась в моей жизни. Вот интересно, вы говорили, что вы сохрели документы, если она захочет, а она захочет. Есть ли, были такие... Я, ну, опять-таки, мне сложно сказать, это будет ее выбор. Она знает, что они есть. Она ведь, я вела дневник, когда она была маленькая, я ей отдала, когда я исполнила с 14 лет этот дневник свой, она могла почитать в моей мысли. То есть сейчас я сказала, когда тебе исполнится 18, я отдам тебе эти документы, а дальше ты будешь праве принимать решение сама. Захочешь, я даже помогу тебе их найти. Татьяна, а вот ты ревновать не будешь? Ну-ка, такая ревность родительская. Ну вот, я бы ревновала, наверное. О, Оль, у тебя есть крестная мама? Мама нет, я сама крестная. Ну, у меня, например, есть крестная мама и мама родная. Я люблю их одинаково. У меня есть тетушки, которых я безумно люблю. Это же не значит, что мама ревнует меня, когда я звоню к тете. Крестная не ревнует к маме родной, да? Я думаю, что здесь можно воспринимать немножко и так эту ситуацию. То есть ты нет? Ну, я думаю, что нет. Да, но мы не договорили, да? И в итоге, Вика, благодаря твоему терпеливому, вот такому постепенному сообщению ей факта усыновления, усыновление, сейчас как вообще? Что оно? Нормально? Нормально она относится. В 10 лет она говорила, что, знаете, когда говорит, давай заведем собаку вторую, она говорила, давай заведем второго ребенка. Давай поедем в детский дом, возьмем мне братика. Да, то есть, правда, в 14-15 она сказала, знаешь, мне, ну и хорошо, но это тоже нормально. Подростковый эгоизм, да. Общество усыновителей. Кем и для чего оно создано? Есть разные организации. То есть, есть организации родные люди, которые в первую очередь помогают и поддерживают вот эту вот саму идею усыновления, эти семьи, которые усыновляют. Наше объединение, оно маленькое за усыновление. Оно направлено в первую очередь, опять-таки, на помощь усыновителям, потому что реально все равно проблем много, да, то есть, все равно переживают. А как сказать, а что сделать? А вот если у ребенка проблема со здоровьем или с психикой, кому обратиться, там работают с ними психологи, рассказывают какие-то особенности. Ну, что вы же тоже понимаете, что если ребенок долго находился в детском доме, или вот ситуация моей Вики, я ведь ее забрала с букетом заболеваний, да, то есть, и тоже нужна поддержка даже в этом отношении. Что делать, как делать, как реагировать. Плюс это общество, которое призвано на то, чтобы просто, ну, пропагандировать, наверное, где-то в чем-то усыновление. Ну, не пропагандировать, наверное, а говорить о том, что это нормально, естественно, и что, в принципе, это один из способов тоже стать родителем. Вы когда-нибудь интересовались, насколько сложен процесс усыновления, ну, хотя бы в сопредельных странах, или там где-то в зарубежье, или этого? Ну, я знаю, что он достаточно сложный. По крайней мере, то, что я читала, я знаю, он сложный. Сложнее у нас, чем у нас проще? У нас проще. Даже, насколько я знаю, что очень часто именно к нам приезжали иностранцы и усыновляли детей. Потому что, наверное, в той же Америке там надо пройтись, там, не знаю, 90, наверное, кругов ада, чтобы действительно получить право на усыновление. Там, так может, там просто тщательно относится к этому вопросу? Или... Ну, там очень много законодательных вещей. У нас тоже ведь на самом деле есть оговорки на усыновление. То есть, если эти дети имеют братьев, то есть нам обязательно скажут... Разлучать нельзя? Ну, да, и желательно. Нельзя. По крайней мере, они должны знать о том, что братья существуют. Дети, которые под опекой, они обязательно должны знать о своих биологических родителях и так далее. А, то есть сейчас это даже предписывается, что они должны... Если они под опекой, конечно. Они должны знать, что они под опекой находятся. Тему, раз иностранную затронули, извини, Оля, я еще все-таки ее докручу, закончу. Ну, тебе интересно, старшего, конечно. Да, в России уже года три, наверное, идет борьба, не знаю, приняли закон о запрете усыновления иностранцами. Вот вы сказали, что к нам приезжают. Как вы относитесь вообще к этому запрету? У нас, я так понял, его нет в Беларуси, да? Ну, по крайней мере, я не слышала, не могу сказать, не могу прокомментировать, настолько хорошо законодательство, я сейчас не знаю. Я тоже не уверен, принято ли оно в России, я знаю, что давно оно обсуждается, но принято или не принято? Ваше отношение к такому запрету? Ну, я, например, считаю, что усыновлять надо сердцем, еще раз повторюсь, и неважно, какой ты раса, национальность, вера, исповедание и так далее. Отлично. Вот мы очень хорошо, что мы поговорили про сообщество. Я хочу конкретизировать вот эту мысль нашу, что есть сообщества, которые поддерживают усыновителей, да? Есть люди, к которым можно обратиться, они оказывают поддержку родителям, они как-то собираются вместе, что-то делают, да? Ну, да, проводят какие-то мастер-классы, встречи, фестивали, я знаю, что сообщества родные люди проводят фестивали, но на самом деле национальный центр усыновления, он тоже достаточно много делает, их психологи тоже работают. То есть у нас, если человек решит усыновить ребенка, он будет иметь хорошую поддержку, да? Он будет не один, это точно. На общественном уровне, а на уровне государственном? Я про это и говорю, национальный центр усыновления я назвала как государственный орган. Точно так же, как органы опеки, они не бросают. То есть это уже был мой выбор, то есть мне не было потребности там ходить в опеку каждый раз, что-то задавать вопросы. Но там работает тоже обязательно психолог, там работают социальные работники. И если у тебя какая-то сложная жизненная ситуация, то в любой момент можешь набрать и тебе помогут. То есть получается, что усыновители даже где-то в чуть-чуть привилегированном положении, чем обычные родители, да? Вот в этой части. Тем-то приходится разгребать в основном самим. Наверное, да. Но это не привилегированная, это, наверное, больше такая поддержательная структура. Ну, поскольку государство все-таки вот передало в руки других детей, оно, наверное, все-таки какие-то обязательства от себя исполняет. Я правильно поняла? Конечно, да. То есть я же говорила, что есть и выплаты, есть можно получать ежемесячное пособие на ребенка, да? То есть можно какие-то вещи еще говорить. Ну, и опять-таки дети... Ну, здесь вопрос, Вика у меня усыновленная, поэтому у нее нет социального статуса сироты, да? То есть, естественно, если дети под опекой, у них сохраняется вот этот социальный статус сироты и вот эти все льготы и привилегии, которые имеют эти дети. Татьяна, ты в эту тему давно погружена, ты размышляешь о ней, ты вот в дневнике писала, ты рассказываешь, и тебе есть что сказать людям. Скажи, пожалуйста, тем, кто вот сейчас, например, находится в стадии принятия решения, усыновлять, не усыновлять, смогу, не смогу. Вот, если можно, какой-то совет, какое-то предложение поддержки? Ну, я могу сказать, что, конечно, выбор стоит за каждым, но это обычные дети с обычной историей, очень талантливые, неординарные, красивые, да? То есть, дети вообще очень меняются, когда попадают домой, у них развивается куча талантов, и я смотрю, как они рисуют, играют, танцуют. Я говорю, что моя Вика, которая пошла заниматься конным спортом, хотя у меня в доме нет ни одного спортсмена, да? Поэтому просто не надо этого бояться. И если кого-то смущают гены, или что у нее там в истории, поверьте, точно так же гены могут выстрелить все равно в ребенка. Один вопрос, я не могу его сейчас не спросить. Ты говорила про то, как меняются, про то, что гены это не важны. Я заметила, я, во-первых, заметила, как твоя дочь похожа на тебя. А как она похожа на мою маму? Да, и на маму, да, и на маму похожа. Я смотрела историю усыновления Светланы Сорокиной, телеведущая такая российская была. У нее тоже девочка очень похожа на нее. Кто-то мне рассказывал историю, что взяли семейная пара, и дочь похожа на папу, как две капли воды. То есть не на маму, а на папу. Почему так происходит? Это правда вообще есть такое? Или это как-то... Ну, во-первых, говорят, даже когда семейная пара начинает жить вместе, то есть муж и жена становятся похожим друг на друга, потому что, наверное, что-то в чертах или в характере меняется. Но мы же тоже выбираем детей. То есть мы же приходим, мы выбираем. Да, мы выбираем по документам, но мы выбираем детей. И, наверное, в этом отношении надо тоже довериться сердцу. Вот с Викой вообще была очень интересная история, если есть минутка. Потому что когда я хотела девочку до года, то есть я очень четко в Центре усыновления определила, тогда мы были именно в Национальном Центре усыновления, кого я хочу. Мне сказали, в Минске девочек до года нет. Их просто нет. Но есть дети, которые не принадлежат усыновлению. То есть детей выжить много, но они могут быть неразрешены. Говорят, есть мальчики, но девочек нет. Говорят, давай посмотрим другие города. И мы уже посмотрели, мы уже нашли в Гомеле девочку. И даже созвонили с директором Гомельского дома ребенка. Договорились, что я там в субботу поеду, посмотрю, потому что я работала. Я говорю, слушайте, ну я к вам пришла. Ну дайте мне минских детей. Если вы говорите, что нет, дайте мне папку минских детей, я все равно у вас сижу. Инспектор говорит, пожалуйста, смотрите. И вот если вы представляете файлы с папками, то есть вот все дела лежат прямо, я листаю, листаю. А Вики на дело, было дело мальчика, и вот так вот вложена Вики на папку. Я вот листаю, я говорю, так вот же девочка, вот девочка, вот девочка, мой возраст, Минск. Она смотрит, говорит, да, девочка. Слушай, ну там, наверное, какая-то история. Я говорю, ну какая разница, ну если я уже в Минске, давайте я в Минске съезжу, посмотрю, а потом уже, если нет, то тогда я поеду в ГОМИ. Мы договариваемся с домом ребенка, мы договариваемся, что я приеду к ним буквально на следующий день, благо тогда я имела возможность, мне помогли немножко в моем аккомиссервисе, где я работала, и главврач созвонился с домом ребенка. Я приехала, и после этого вечера ему сказала, все, это мой ребенок. Тоже мистика где-то. Многие мистики такие, не первый раз проскакивают. Ну, один вопрос, последний. Один последний вопрос. Мы всегда его задаем. И что вы посоветуете людям, которые просто сегодня впервые услышали про усыновление, про то, какие проблемы есть, как простые люди могут вообще принять эту идею, поддержать, что нужно сделать для того, чтобы включиться вот в это общение по поводу усыновления, усыновленных детей, усыновителей. Вот что простой человек может сделать для всех? Реагировать адекватно. В первую очередь, реагировать адекватно на усыновление. Потому что у Вики был небольшой инцидент, когда в школе узнали дети, когда она была маленькая, и там, скажем, некорректно повел себя первый учитель. После этого я Вику забирала из школы. Потом просто спокойно реагировать. Понимать, что это такие же дети. Просто дети. А у детей всегда должна быть семья. Спасибо огромное, Татьяна, вам за то, что вы поучаствовали в нашей программе. Спасибо за советы и подробное описание вашей жизни, которая на самом деле, наверное, не менее счастливая, чем у тех, у кого биологические дети. Спасибо вам, потому что тема действительно очень важная. И я думаю, что когда-нибудь мы придем к тому, что у нас не будет домов ребенка. Что наши дети будут всем их. Дай Бог. Это было «Мнение на добром». Пишите комментарии, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И, собственно говоря, в комментариях предлагайте ваши темы. Возможно, вы будете гостем нашей студии. Спасибо вам большое, что смотрели нас. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова